Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые друзья, коллеги, отмечу, что наша встреча сегодня прошла в доверительной и искренней атмосфере. Мы рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и, конечно же, тематику безопасности в регионе Южного Кавказа. Констатировали, что армяно-российские союзнические отношения находятся на высоком уровне, продолжается интенсивный политический диалог. С удовлетворением отметили тесное взаимодействие внешнеполитических ведомств наших стран, на дальнейшее продвижение которого ориентирован подписанный двухгодичный план межмидовских консультаций. Были затронуты вопросы нашего взаимодействия в рамках ОДКБ, АЭС, СНГ и других региональных и международных организаций. В целом удовлетворены позитивной динамика развития межгосударственного взаимодействия в прошлом юбилейном для наших межгосударственных отношений году, когда мы отмечали 30-летний юбилей установления дипломатических отношений и 25-летие подписания договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В частности, был проведен ряд мероприятий, призванных обозначить важность исторических для наших стран ТАТ, готовы и далее прилагать усилия по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Россией. Естественно, мы также обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе касающихся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации безопасности границ, разблокированием всех транспортных коммуникаций в регионе, а также ход реализации, а по конкретным пунктам факт невыполнения некоторых положений трех заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана. Уважаемые коллеги, мой визит проходит в условиях напряженной ситуации на Южном Кавказе, и, как вы знаете, незаконной блокады Лачинского коридора со стороны Азербайджана, которая продолжается уже более трех месяцев. Перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора является грубейшим нарушением прямых обязательств в рамках трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. В связи с этим, 22 февраля 2023 года Международный суд ООН обязал Азербайджан принять все меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Как известно, решения Международного суда ООН, в котором упоминаются положения заявления от 9 ноября 2020 года, имеют юридически обязательный характер. Мы ожидаем от всех вовлеченных сторон действенных шагов по неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств и восстановлению режима передвижения по Лачинскому коридору в строгом соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября. К сожалению, блокада Лачинского коридора не является единичным случаем нарушения трехсторонних договоренностей. Проявлением агрессивных действий Азербайджана стало совершенное 5 марта текущего года в Лачинском коридоре азербайджанской диверсионной группой убийство трех сотрудников паспортного отделения полиции Нагорного Карабаха. Важно констатировать, что Министерство обороны Российской Федерации в своем бюллетене от 6 марта четко зафиксировало, что данный инцидент был совершен азербайджанской стороной. Размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе призвано обеспечить безопасность народа Нагорного Карабаха, создать условия для восстановления нормальной жизни. В то же время вызывает тревогу череда событий, произошедших за более чем последние два года, такие как оккупация сел в Нагорном Карабахе, удерживание Азербайджана по всей день армянских военнопленных и других лиц, незаконная блокада Лачинского коридора, убийство сотрудников полиции, мирных жителей, регулярные нарушения режима прекращения огня, а также действия, направленные на террор гражданского населения. При этом до сих пор еще не запущен международный механизм, который, опять же, зафиксирован пунктом 7 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, возвращение армян на территорию Нагорного Карабаха и прилагающие районы, что должно осуществляться под контролем управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Более того, азербайджанская сторона в одностороннем порядке начала программу переселения территорий Народного Карабаха, перешедших под его контроль в попытке устранить армянский след из региона вообще. Наша оценка остается прежней. Вместо обсуждения с армянами Нагорного Карабаха вопроса их прав и гарантий безопасности военно-политическое руководство Азербайджана готовит этническую чистку по отношению народа Нагорного Карабаха, ни в коей мере не принижая роль наших российских партнеров в процессе установления режима полного прекращения огня в 2020 году, а также роль российского миротворческого контингента, в том числе в предотвращении гуманитарной катастрофы после блокады Лачинского коридора. Складывающаяся ситуация демонстрирует необходимость обеспечения механизмов гарантий прав и безопасности населения Народного Карабаха и международного участия в них. Необходимо задействование международных механизмов по предотвращению геноцидов направления в район Лачинского коридора и в Нагорный Карабах международной миссии по установлению фактов. Надеемся на взаимодействие в этом вопросе с российской стороной. Уважаемые коллеги, одновременно с действиями в Нагорном Карабахе Азербайджан продолжает оккупацию суверенных территорий Армении, захваченных в результате агрессии 12 мая и 17 ноября 2021 года и в сентябре 2022 года. Более того, несмотря на продолжающиеся переговоры по регулированию отношений между Арменией и Азербайджаном, руководство этой страны теперь уже претендует практически на всю территорию Республики Армения, называя ее азербайджанской землей. Прямые угрозы, звучащие из Азербайджана, нашли свое отражение в последних заявлениях президента этой страны, который заявил, что никакого мирного договора не будет и что Армения не может спокойно жить на территории 29 тысяч квадратных километров, если не примет условия Азербайджана. Мы исходим из того, что исключительно посредством переговоров можно выйти на решение, которое принесет долгосрочный мир и стабильность на Южном Кавказе. Должен вновь подтвердить приверженность реализации всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года. В завершение хотел бы еще раз поблагодарить Сергея Викторовича за традиционно теплый прием и искреннее общение. Сергей Викторович, ждем вас в Ереване, в удобное для вас время. Спасибо.